Волга Артём, Артём, просыпайся. Артём, тебя полковник в рубку зовёт, а я побежал. Вставай, пора. Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. Но свет людей так мало осталось. И, может, когда-нибудь мы сможем доверять незнакомцам просто... Потому что они тоже люди. Нагрузила... Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. Артём, посиди со мной немного. Хорошо как. Век бы так лежал. Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве с радио, ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса там, например. Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так, вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши, куда-то в никуда. Да, да ещё и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Знаешь, я тут с Катей поговорила. Сижу, вспоминаю этот мост, людей этих. Ну вот, мы под землёй двадцать лет просидели, а они нет. Ну и что? Это ведь не те люди, которые города строили, самолёты, ракеты в космос запускали. А такие же, как в метро, только ещё более задурённые и несчастные. По сути, они просто рабы, самые настоящие. Целый день вкалывают, полночи молятся. Всё по расписанию, всё под надзором. Всё, буквально всё. Решает община. Ну, то есть, понятно кто. Силантий этот. У них ведь даже своего ничего нет. Штаны и те общинные. Наврал им с три короба про электричество. Они уши развесили. Не все, понятно, но там просто если вопросы задаёшь, получай епитимью, поклонами до молитвы шаровую молнию уничтожить. Ну, а это верная смерть. Ну, какая беда от фонарика? Что плохого в радио? Нет, только прячутся, крестятся. Как так можно человеку голову всякой дрянью забить? И всего за несколько лет? Люди вообще как-то удивительно легко верят во всякое враньё, знаешь? Главное, чтоб удобное враньё было. Или хотя бы привычное. Вот мы в метро. Ну, ладно, мы оккупантов пока нигде не встретили. Если моей футболки на антенне не считать. И Катя их видом не видывала, и крест. Но где-то там они, допустим, есть. Но ведь нам в метро не про них говорили. Не объясняли, что война ещё идёт. Нас все убеждали, что просто нигде, кроме метро, жить нельзя. Нам лгали, лгали, лгали без остановки. Всё это время. Ради благих целей? Наверное. Но всё метро на вранье держится. Зла не хватает. И пока сколько мы не едем, врага никакого нету. Ни одного. Странно, нет? А отец даже слушать ничего не хочет. Следи за собой, будь осторожен, враг не дремлет. Ты знаешь, я отца люблю. Сильно. Несмотря ни на что. Но что, если всё, что рассказывали ему, просто ещё один слой лжи? Надеюсь, хоть в Ямантау об этом узнаем. Как всё на самом деле. Ну вот. Тебе вот рассказала, уже полегче как-то. Спасибо, Артём, выслушал. Давай помолчим теперь немного. Ладно, беги в рубку. Отец чего-то хотел. Ладно, беги в рубку. Отец чего-то хотел. Хотите посмотреть? Так здорово получилось. Сюда, дядя Артём. А, привет, Артём. Видишь, как я тут устроился. Как короче слово. Верстай какой шикарный, а? Всё под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. И ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа, непочатый край. Вот ещё не решил ты костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честное слово. У князя вон. Вроник спинную пластину вообще не держит. А он ржёт. Хорошо, мол, не переднюю, а то без пальцев на ногах остался бы. Так что я из вас, разгильдяев, сделаю снова настоящую армию. В общем, у меня всё. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Да, собственно, и мне тут есть чем заняться. Ломать снаряжение все гораздо, а чинить так руки не с того места. Дядя ТТ-шник, а? Дядя ТТ-шник. Что такое, Настёна? Дядя ТТ-шник, а машинка швейная у вас есть? Нету, Настя. А как вы костюмы шить будете? А как все? Нитку в иголку и парус на шо. Ух ты! Научите? Научу. Только попозже. А вы мне тогда ремень надените с самого автомата. Разрешите починить? Что, а тоже покурить вышло? Конечно. Что такое дело? Пробирает Курева. Пробирает. Замирает. Ну, ничего. Продышимся. В общем, правильные вы, Артём, люди. Полковник, князь. Ведь как на мосту-то выступил. Орёл. А сейчас грудь колесом ходит. Хвастается, как есть пацан. Но боевой. Ну, так я чё сказать хотел. Спасибо, в общем. Вы меня как своего приняли. Ну, и я... Простой я человек. За мной не заржавеет. Ну, и как оно тебе тут? После подвалов ваших, а? Ну, а то, места столько. Оно, конечно, бурьяное да развальное, но... Глядишь, найдём и чё получше, а? Тихо. Хотя, вы ж я как понял, начальство нам или нет? Ну, вот ты не серчай, братка. Ну, вот разъясни мне один вопрос. На кой оно вам сдалось, а? Не, ну, глянуть интересно, тут не вопрос. Вот только я пока мотался, начальство встречал в виде жмуров или бугров бандитских. И эти вот куда мерзей урок обычных. Вечно речи толкают перед тем, как ублюдство какое сотворить. Я это к чему вообще? Мне-то и до войны от начальства этого не холодно, не жарко было. Но уж теперь, как всё накрылось медным тазом, на кой оно вообще? Я-то человек простой. Раз подписался, то куда вы, туда и я. Ну, вообще, лучше бы место поприличнее найти и да пожить чуток по-людски. Хотя, может, у этих хрома там царские. Мы пристроимся где-то. Ладно, Артём, ты тут продрог не можешь. Ну так беги, а я тут подышу ещё по мозгу. Ну или стой, места ведь полно. Только под наблюдением. Цен знает какой. Ух! Ура! Ура! Дядя Царь не страшный, Клоссик, а даже трогает. Заходи, Артём, присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Как, Артём, тряхнём стариной? Бери гитару. Спасибо, Стёпа. Вы, Катя, простите, но я давно спросить хотел. Отец Настин. Он погиб ведь? Настя знает? Погиб. Я не хотела говорить сначала. Мол, на ярмарку уехал. Три дня прошло, я всё держалась. Думала, и виды не подаю. Сижу с иголкой, а перед глазами черно, не вижу ничего. А она подошла и говорит, ты поплачь, мам. Тебе легче станет. А это ведь Сеня так говорил. Ну, я и заревела. Так что, знает она всё. Простите, Катя. Простите. Давайте я лучше расскажу, как мы тут на мосту оказались. Мы сами на северо-востоке отсюда жили. По прямой вроде и недалеко. А ехали месяц. Там дальше разбомблено всё. Ермак меня спрашивал, я ему рассказала. Сеня говорил, там сплошь ящики были. Ну, заводы военные. Да и вообще промышленные града. А теперь даже с фильтрами не пройти. Такая радиация до сих пор. И пути нету. Кратер на кратере. Мы издали видели. И то счётчик, как заведённый трещал. Ну вот, одна небольшая ветка уцелела. Там бомбить-то особо нечего было. Вот мы по ней и проехали. Думали дальше на запад двинуть ног. Но, сами понимаете, через мост нас дизелем не пустили. Мол, сатанинская машина. Но сказали, если отдадим дизель для очищения, примут в общину. В общем, остались мы. А потом уже и захотей не вырвешься. Гад этот, пляшивый, батюшка Силантий, так головы задурил. Только молились, да поклоны били. Своими руками дизель наш разобрали. И в реку по частям. Мол, в очищающую купель. И ещё и на нас с Сеней мужем моим волками смотрели, что мы отказались. Потом Сеня пошёл проведать их. А там только местные. Что, где. А Силантий гад устроил им экзамен. Мол, хотите в миру, как все, а не пришлыми быть? Значит, демона одолейте. Сеня за ними остановить. Поздно. Поздно. Одни лохмотья обгорелы. А потом и его. Туда же отправили. Вот и он не вернулся. Катя, простите. И я не знал. Ну, что тут поделаешь? Дело прошлое. Что мы все о грустном. Давайте вы, Стёпы, лучше сыграйте что-нибудь. Конечно. Ну ты даёшь. А ты как думал? Хе-хе-хе-хе. Артём, тебя полковник Волкер. А с полником то что? ТТшник ругался? Ну, тут длинная история. Хрэ кокетничает, рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём там возится. Ну ты, трепло. Артём, считай, всю работу сделал. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, это понятно. Но врать всё равно не мешай. Сами за мой броник спросили. Ладно, дальше давай. Ну, в общем, я вижу, Артём к двери уже понашёл. Ну и думаю, надо спускаться уже. Я вниз. А ну, держи. Что оно? А я знаю. Темно. Никого нет. А прямо пошевелиться не могу. А мостовики эти ещё про царское что-то там трепали. В общем, думаю, дело пахнет керосином. И чё? Ну чё, карабин отстегнул и как рванул. Там как раз холовуда это была внизу. До крыши невысоко. А царь этот что? Ну, старовый такой. Страшный. Болт там торчал такой ржавый. Вот я за него спиной броника. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Хорошо, что у тебя князь как-то гоняло есть уже. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это да. А дальше-то что? О, а дальше? Дальше уже дедка этого в оборот взяли. Ну, что там, мы... Артём, в общем, сам справился. Орёл. Да, молодец он. Пока я там по верхам скалькал, как макака, да с царём этим... Воевал. Он, в общем, весь вопрос решил. Это точно. Молодец, Артём. Да, вы оба красавцы. Ну, и крест, конечно, тоже. Это да. Как он им зубы заговорил. Люба дорога. Они доски эти когда таскать начали. Я чуть не помер, артист. Да, толковый мужик. Вы все, в общем, отлично сработали. И за это надо что? Выпить. Точно. Истинно наш человек, сэр. Ты как, присоединишься? Нет, я пока прыжком постою. Вот за обедом. Ну, значит, потом тебе штрафная будет. Это точно. Ну, мы все равно сейчас немного. Для разминки. Отлично! Артём, иди сюда. Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников. Командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи майор Иванов. Минутку. Да, да. Все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недовение. Но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор. И поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы пребудем в расположении. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично. Отлично. Да, нас немного. Но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К-6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. Эм, К-6 Альфа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор? А? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на копчеге. Конец связи. Слушаю народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующая, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. Как подумать только? Сам министр. Артем, кстати, можешь на карту глянуть. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямонтау. Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии. Пока. Нет. А? Нет. Да.